Смотрите в этом выпуске информационные программы неделя. В День семьи, любви и верности вручили награды семьям-юбилярам, являющимся примером супружеского союза. Школа номер 5 имени Матвея Платова находится в завершающей стадии ремонта. Строительство бассейна в городе Зверево идет полным ходом. А сейчас обо всем более подробно. На территории пятой школы имени Матвея Платова, как и в самом здании, горячая пора. Работы здесь ведутся усиленным темпом. Перед подрядчиком стоит задача завершить их к началу учебного года. В плане общестроительных работ, значит, второй, третий этаж, отделка уже полностью готова. В плане коммуникаций, водопровод, отопление выполнено, можно сказать, на 98%. Остались мелочи, которые где-то трубу надо паять, где ложили плитку, то бишь мы уже выходим прямо к концу. Санфоянс почти весь расставлен, коммуникации проложены, отопление уже работало как бы в этом году. То есть его опрессовали, проверили, в школу тепло, проходили выборы, проверили, как бы уже жители, которые участвовали в комиссии. И все отлично, все работает. Сейчас, получается, занимаемся по коммуникациям слаботочными системами, потому что там контракт немного был сдвинут. То есть ведется линии видеонаблюдения, охранная сигнализация. Ребята занимаются по первому этажу, все это делают, водят. В плане общестроительных работ, я также думаю, с вами пойдем посмотрим. Готовность уже очень большая. Занимаются большей частью это благоустройством, ну и фасадными частями, которые уже, скажем так, снаружи здания, а внутренняя часть уже готова на большой стадии, скажем так. Ну, если говорить о сроках, то как бы вы подходите к срокам выполнения? Ну, мы все стараемся, поверьте. Это командная, скажем так, работа, и все стараются. И строители, и администрация, мы все для этого делаем. Все, что от нас зависит, все выполняется. Погода способствует? Ну, скажем так, погода способствует в плане проведения внутренних работ. Сейчас бы, наоборот, заняться внутрянкой, потому что, вы сами, прекрасно знаете, и Ростовская область, все жара очень большая, но все равно работы не останавливаются, и по благоустройству ведутся, и по фасаду. Ну, где-то ребята выходят раньше, потому что, ну, в самую жару стоять на солнце тоже не совсем удобно. Ну, и о людях тоже, как бы, надо думать. Не совсем, скажем так, способствует, но работам в целом она не мешает. Глава администрации города Зверево Александр Лотарев вместе со своими помощниками 11 июля посетил этот объект. Они побывали на всех этажах здания, осмотрели кабинеты, убедились в качестве выполненных работ. В ряде кабинетов своего часа дожидается поставленное оборудование, мебель, необходимые для учебного процесса. Прошлись по столовой, заглянули в спортивный зал. По ходу задавали вопросы подрядчику, получая на них исчерпывающие ответы. Ремонт такой получился затяжной, потому что начинали мы с одних видов работ объемов, то есть у нас первоначальный контракт был на 24 миллиона. Потом в процессе выполнения производства работ подрядчикам появилась необходимость выполнения дополнительных объемов работы. Это устройство систем пожаротушения и система видеонаблюдения, плюс благоустройство. То есть мы дополнительно, губернатор выделил нам денег на второй этап капремонта. На сегодня все контракты заключены, работы ведутся в активной фазе, уже завершающая фаза. То есть активно начали работы по благоустройству, привлекли уже более 200 миллионов на капремонт данной школы. Основная задача наша сейчас завершить внутри здания, начинать подготавливать классы, вымывать это все. И параллельно мы сейчас уже завозим и производим монтаж необходимого оборудования. Тоже оборудование все закупили, поставщики сейчас завозят. И в активной фазе, как вы тоже увидели, работы по благоустройству в прилегающей территории. Сейчас снимают старое покрытие, устанавливают бордюры и будут стелить асфальт. И задача, чтобы до конца лета этот ремонт мы завершили. Капитальный ремонт школы даже в том виде, какой предстал в этот день, впечатляет. Школа помолодела и снаружи, и изнутри. Коридоры, классы визуально стали светлее, просторнее. Жалюзи на окнах непременно порадуют учащихся и их учителей. Особенно они оценят их наличие в жаркую, солнечную погоду. К тому же новая мебель, оборудование сделают ее стильной, современной. На текущий момент практически полностью завершена поставка оборудования. Закуплены МФУ, интерактивное оборудование, планшеты, электронная библиотека, спортинвентарь для спортзала и не только. Письменные столы, полностью парты, стулья. Все будет абсолютно новое. Будем ждать открытия школы 1 сентября. Городские СМИ утром 12 июля вместе с главой администрации Зверева Александром Лотаревым побывали на стройплощадке спортивного комплекса с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом, к строительству которого подрядчик Общества с ограниченной ответственностью СТТК приступил 1 июля 2023 года. Окончательный срок сдачи – 20 декабря текущего года. За год многое здесь изменилось. Согласно проекту, каждый участок стройплощадки имеет свое предназначение. Где-то уже заложили фундамент, где-то подготовили котлован, но главное центральное место отдано под бассейн и игровой зал. Работы здесь идут полным ходом. Представители СМИ поспешили запечатлеть весь проводимый фронт работ на поверхности, а также спустились в место закладки чаши бассейна. Продолжает реализовываться проект строительства бассейна. Да, возникли определенные сложности с проектной документацией. То есть у нас с виду уровня повышенных грунтовых вод пришлось наносить изменения в проект. Потом некоторое оборудование попало под санкции, которое осуществлено проектом. Но тоже сейчас проект находится в экспертизе, изменения в проект согласовываются. И из-за этого возникли небольшие трудности у подрядчика. Но сейчас эти вопросы уже все эти решены. В процессе решения подрядчик усилил работы на объекте. Все мы сейчас обошлись, мы видим, то есть уже на следующей неделе будут собирать каркас под чашу бассейна. Подготовили площадку под строительство летней игровой зоны. Делают внутриплощадочные сети, приступили камеры, водопровод, ливневую канализацию на площадке. Мы подготовили котлован под монтаж резервуаров накопительных. То есть работы ведутся. На следующей неделе планируется заливка бетона колонн и стен самого здания. Поэтому, как мы видим, темпы усиливают подрядные организации. Какие конкретно работы ведутся на данный момент, нам пояснил прораб стройки. На данный момент ведется разработка траншеи под хозпитевой водопровод В1. Значит, будет непосредственно две камеры. Также прокладка трубы диаметром 160 мм. И потом эти сети будут заходить непосредственно уже в бассейн сам. Также ведет разработка входов в сам бассейн. Монтируются колонны. На данный момент 14 колонн по спортзалу. Разработана площадка для меню футбольного поля. Осталось только уложить основание, щеподготовку и асфальт, и непосредственно покрытие само. Также котельная разрабатывается, фундамент. Осталось только залить пояс. Сама котельная заказана. Ожидаем в течение двух месяцев. Что еще? Значит, дождеприемники разработали котлован. Сейчас на следующей неделе зальем под бетонку и уже непосредственно фундаменты смонтируем под дождеприемники. Также ведется набор устройства армирования колонн на здание административно-бытового комбината. В течение этой недели мы это все закончим. Установим опалубку и непосредственно через две недели, наверное, зальем бетон. Дальше перекрытие. Ну и так планомерно, планомерно. Я думаю, в течение трех месяцев мы это дело смонтируем. На данный момент на объекте работает порядка 40 человек. Кадры у нас сейчас в полном объеме. Специалистов хватает. В принципе, проблем никаких не будет. Покидая данный объект, мы пожелали строителям, чтобы им всем сопутствовали успех и удача. А наша мечта иметь в городе бассейн воплотилась в жизнь. Рубрика «А у нас во дворе» в этот раз привела нас в небольшой двор, где находятся всего лишь три двухэтажных дома, трех улиц. Северная 35, Чапаева 42А, Верхняя 32, в одном из которых проживает Валентина Владимировна Фиськова. Под своим окном за домом она разбила небольшой палисадник, ставший райским уголком придомовой территории Чапаева 42А, который выделяется ухоженностью на общем фоне. На этот адрес она переехала в 2015 году, покинув в Малом Звереве свой частный дом, утопающий в цветах. И сегодня, несмотря на свой золотой возраст, продолжает цветами украшать окружающий мир. И таких жильцов, с ее слов, здесь немало, кто неравнодушен к своей малой родине, к тому месту, где проживает. Валентина Владимировна показала клумбу, разбитую мариной нацисян, где произрастают несколько видов цветов, являющиеся также украшением придомовой территории. Рассказала о том, что люди здесь хорошие, все следят за чистотой и в силу своих возможностей занимаются благоустройством двора. Сами жители ухаживают. Очень трудолюбивые, дружные. Ну, в основном пенсионеры. Молодежи мало здесь. Но и то, та молодежь, которая появилась, они тоже стараются поддерживать эту инициативу. Сажают цветы, ухаживают за ними, спиливают сухие деревья, украшают детскую площадку. Люба Соловьева с дочерью Ольгою. За свои деньги краску купили, разукрасили всю детскую площадку. Ну, все обихоживает, как говорится, все красоту делают. Вот, пожалуйста, один уголочек. Ира молодая, только в том году они поселились здесь, в первой квартире. Вот они вот здесь, я им давала рассаду, сажают, цветочки ухаживают. Мы, кстати, напросились к вам, потому что знаем, что у вас тоже палисадничек. Как вы за ним ухаживаете? Что за цветы у вас там растут? Ой, разные, сейчас вам покажу. Было очень трудно. Когда переехала я сюда, здесь такой молодняк рос. Корни такие, будьины выкачу, пришлось эти 10 метров, как говорится, на 5. Копать. Много камней было, щебенки, кирпичей, прям раствора куски, вытаскивали, выносили. Хорошо, мусорник рядом. А потом попросили эту компанию нашу, управляющую, чтобы дали нам земли, завезли. Машину привезли земли. Мы с Любой, это, с Мариной подидели. Она себе там посыпала вокруг, это гаража, и я у себя. И с тех пор стали сажать цветы, ухаживать. Очень разные цветы. Герберы. Это, по-нашему, майоры, мы их называем. На культуренные, когда они выращиваются, в теплицах везде они крупные. У меня они не очень крупные, но хорошие тоже. Вот сейчас в эту жару утро начинается с чего? С полива? Да. И утро, и вечер сейчас поливаем, потому что такого года не было, такой жары. То вечером поливаешь. Первые два месяца, конечно, посадили, когда, пока это взойдут, и пропалываешь. День пропалол, день полил, день пропалол, чтобы они поднялись же, пушистые были. А сейчас только поливаем, и поливаем, и поливаем. Ну, такая жара. Сколько, примерно, воды уходит на Ваш подстанец? Ну, ведет 20. Меньше, да? Да. Ну, вот. Сколько будет, только и платим. А что делать? Хочется поддерживать красоту. Уже не о воде. Главное спасибо. Вы знаете, вот эти полтора месяца вода не прекращается, идет, не перекрывает. То было, то на Горько, то на Чехово. Порывы, такие реки мимо нас тут текли в балку. А сейчас, спасибо, вот эта вода есть. Боимся так, чтобы не закрыли. Значит, водоканали тоже какие-то перемены в лучшую сторону. Наверное, дай Бог, чтобы так и было. Поддерживали они, чтобы она все время у нас была. На сегодняшний день в этом дворе назрела проблема покоса травы. Но надеемся, что управляющая компания с этой задачей справится в ближайшее время. Счастье – это любовь, забота, защита, взаимопонимание, уважение. Самое лучшее, важное, все самое дорогое. Так расписали пресс-вол у входа в социально-культурный центр «Маяк» зверевчане, причем разного возраста, пришедшие 8 июля на торжественное мероприятие, посвященное Дню Семьи, Любви и Верности, начавшееся с хореографической зарисовки ансамблей «Мелагра» и «Визави». Друг друга храните во все времена, Живите в ладу и гармонии, И пусть будет жизнь ваша освещена. Иметь семью – большое счастье. Только в ней можно получить любовь, заботу, ласку родных нам людей, которые любят нас, а мы любим их. 2024 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом семьи. Семья – это наше все, это наш народ и наши традиции. Всех собравшись в зале с замечательным семейным праздником поздравил глава администрации города Зверева Александр Лутарев. В нашем городе проживает очень много крепких, дружных, любящих, талантливых семей. Эти семьи служат примером для подражания. Они бережно охранят семейный очаг и чат традиции своих предков, воспитывают детей в любви и уважении к старшим. В этот прекрасный день я хочу выразить отдельную благодарность и отдельное поздравление нашим приемным и многодетным семьям. Это окружающим заботой детишек, которые в этом очень сильно нуждаются. Отдельные слова поздравления я и пожелания крепкого здоровья адресую нашим семьям, наших участников КСОУ. Дай Бог, чтобы наши ребята вернулись домой живы и невредимы. Пусть в ваших домах всегда раздается детский смех. Пусть в ваших домах живет любовь и радость. С праздником вас, дорогие друзья! Переходим к церемонии награждения. Знаком губернатора Ростовской области во благо семьи и общества награждаются супруги Александр Васильевич и Светлана Васильевна Диденко. Супруги Диденко отмечают в этом году 45 лет совместной жизни, основанной на взаимной любви и верности. Александр Васильевич и Светлана Васильевна работники угледобывающей отрасли. Оба ветераны труда. Всю свою трудовую деятельность посвятили одному предприятию шахта управления Обуховская с момента его открытия. Сегодня Александр Васильевич и Светлана Васильевна находятся на заслуженном отдыхе. Супруги достойно воспитали талантливую дочь Веру, которая является гордостью своих родителей. А внук Егор, учащийся восьмого класса, радует своими успехами в учебе. Семьи, прожившие вместе более 25 лет, честуются памятной медалью за любовь и верность. Мы приглашаем семью Владимира Александровича и Екатерины Александровны Негнаденко. Супруги составят в семейном союзе 30 лет. Владимир Александрович трудится мастером по наладке шахтного оборудования. Екатерина Александровна возглавляет Зверевскую детскую школу искусств, где почти 30 лет работает преподавателем. Является участницей вокального ансамбля «Вдохновение». Достойными членами общества супруги воспитали двух талантливых и прекрасных сыновей Андрея и Ивана. Семейное хобби – музыка и кулинария. Благодарственным письмом главы администрации города Зверево за большой вклад в укрепление и сохранение семейных и нравственных ценностей были награждены свыше 20 семей, которые в этом году отметили разные юбилеи. Это люди разных профессий, со своим хобби, составом семьи, но всех их объединяет любовь и доброе и уважительное отношение друг к другу. Они достойно воспитали своих детей. Кое-кто уже помогает воспитывать внуков, а кто-то и правнуков. Каждый из награжденных носит свой вклад в развитие нашего города. Это люди с активной жизненной позицией, которым в этот вечер аплодировал весь зал. Это супруги Репа, Лось, Зибзеевы, Алешкины, Овчар, Зелик, Авдеевы, Верещак, Денискины, Матвиенко, Стыровы, Письменский и Ануфриенко, Грицаевы, Лемешко, Секлецовы, Ребых, Литвиновы, Чумаковы, Стрелковы, Ахцхетсян, Костенко. Это для них. Со сцены звучали музыка, песни о любви, верности, о счастье. Так позже в ваших семьях всегда живут вера друг друга, надежда на лучшее и самая преданная и неповторимая любовь. Мы живем с вами на славной донской земле, богатой своими традициями, а значит, мы с вами настоящие донские казаки. Именно такими словами начался праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности в детском саду «Белочка» в группе «Почемучки», подготовленной воспитателями Балахничевой Ольгой Михайловной, Князевой Татьяной Александровной и музыкальным руководителем Сидорович Софьей Алексеевной. День семьи, любви и верности – очень добрый, светлый и красивый праздник, который отмечается в России 8 июля. Самое главное в жизни каждого человека – это семья. С любви и уважения в семье начинается любовь к родине, к своему городу. Настоящий казачий праздник с казачьими обычаями и традициями отметили в детском саду. Юные казаки и казачки показали свою ловкость и сноровку в казачьих играх. С удовольствием наряжались на посиделки, пели казачьи песни, читали стихи, рассказывали пословицы и шуточные сказки. Семья – это труд, друг, а друг – забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно, семья – это сложно, но счастлива жить одному невозможно. В ходе праздника ребята пришли к выводу, что когда все друг друга выручают, заботятся, то никакое лихо не страшно. Рубрика «Дорожная хроника» информирует о том, что на территории обслуживания отделения госавтоинспекции муниципального отдела Красносулинский в период времени с 15 по 24 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие Декада детской безопасности. Также с 15 по 22 июля оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель, будь внимателен». Цели данных мероприятий неукоснительное соблюдение водителями скоростного режима, недопустимости управления в состоянии опьянения, а также при отсутствии прав управления либо лишенных прав управления, выезда на полосу встречного движения, правила проезда перекрестков и пешеходных переходов, перевозка детей в детском кресле и фиксации ремнем безопасности. Сотрудники отделения госавтоинспекции убедительно вас просят соблюдать правила дорожного движения, так как жизнь и здоровье вас и ваших близких зависит только от вас. 23 июля в России отмечается праздник, известность которого не слишком широка, а вот потенциал популярности огромен. Он носит название «День дачника». Центральная городская библиотека Шолохова совместно с Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов подготовили и провели огородные посиделки. «Дача, сад и огород без забот и без хлопот». В этот день все собрались для того, чтобы поделиться своим опытом ведения огорода и рассказать о своих садовых хитростях, узнать о полезных свойствах овощей, о первых рецептах консервированных блюд, принять участие в конкурсах, вспомнить песни и пословицы об овощах и фруктах. Библиотекарь Юлия Шадрина рассказала об удивительном искусстве карвинга, а участники мероприятия попробовали вырезать овощные украшения для праздничного стола. В завершении для присутствующих был проведен обзор по книжно-журнальной выставке «Восадули в огороде». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова